Обостряется вирус гриппа, вирус герпеса. Начинаются боли в суставах, в мышцах, в шее, головные боли, отсутствие аппетита или наоборот чрезмерный аппетит, нарушается сон. Многие путают физическую, эмоциональную и интеллектуальную немощь, кой присущи именно синдрому, с обычной усталостью организма. Если просто усталость, то человек отдохнул и он опять набрался сил. А при синдроме хронической усталости отдых не помогает, лежание в постели не помогает. Наоборот, чем дольше, и вы, наверное, слышали, и я слышу много раз, чем он дольше лежит в постели, тем он больше теряет сил. Чаще всего заболевают синдромом хронической усталости люди чрезвычайно ответственные, живущие с заботами других и забывающие о себе. В этой категории преобладают именно женщины среднего возраста. Светлана Светозарова настоятельно рекомендует всем, кто чувствует себя на пределе, срочно заполнить свою жизнь разнообразием. Потому что синдром хронической усталости – это еще рутина, в которую человек попадает, и вот он как машина включается, да, и теряет свои человеческие качества, эмоциональную окраску. То есть важно свою жизнь разнообразить. В каком смысле? Не только работа и дом, да, обязательно увлечение, обязательно встречи, отношения с другими людьми, походы в театр. То есть очень важно, чтобы три сферы психики – это три кита, на которых стоит психика – наше физическое тело, эмоциональная наша часть, интеллектуальная, чтобы они были заполнены гармонично. Откажитесь от суррогатов, общения, интернет-сообществ. Чаще отключайте мобильные телефоны, ограничивайте поток поступающей из СМИ информации. Замените все это пребыванием на природе, физическими нагрузками, а главное – настоящим, теплым, человеческим общением. Кошки живут у многих горожан в доме, но не каждому удается сделать из них цирковых артистов. Екатерина Стрижевская и сама стала звездой голубого экрана, участвуя вместе с любимыми кошками в престижном конкурсе «Украина. Майя талант». Как работает известный метод дрессировки кнута и пряника в отношении домашних любимцев, расскажет Анастасия Ильева. «Моя работа – приучить новых актеров к музыке, к свету, к зрителям, к аплодисментам». Это слова знаменитого Юрия Куклачева. Он утверждает, что кошки не поддаются дрессировке. Другое дело – обучение. Актерскую школу для талантливых мурчиков открыла в собственной квартире и запорожанка Екатерина Стрижевская. Она посвящает свободное время разучиванию новых трюков со своими шестью кошками. Дома подопечный на ура выполняет все номера, а вот публики пока боятся. Так из-за непривычки к большой аудитории четвероногие артисты растерялись на кастинге шоу «Украина. Майя талант». Но дрессировщица не опускает рук, а прикладывает еще больше усилий. Известный метод кнута и пряника с кошками не работает. Только пряник, а точнее – сроки колбаска. Если хоть один раз ударить кошку за то, что она что-то не сделала, кошка в жизни больше никогда не будет это делать. То есть тут только ласка, только внимание, только учитывать способности и возможности кота, учитывать их характер, потому что шесть котов у всех характер разный. В номерах принимают участие все шестеро котов – Макс, Лоретта, Симба, Нала, Кира и Басель. Каждый вдохновляет дрессировщицу на новые постановки. Например, однажды во время прогулки во дворе Катерина заметила, что кошка Лоретта стала на задние лапки держать за капот машины. Придя домой, она заменила машину игрушечной коляской, а в середину посадила Макса. Получился номер, который теперь публика очень любит. Хвостатых артистов сегодня часто приглашают выступать на различные мероприятия в нашем любимом городе. Вам понравилось выступление? Да, конечно. А кто понравился больше всего? Кто из трех? Макс. А какой номер больше всего понравился? Мне понравился там, где он в коляске сидел. А мне понравилось там, где на машине. Для Катерины Стрижевской ее хвостатый циркачин на первом месте. Женщина добровольно остается в их тени. После «Украина Моя Талант» к вам, наверное, пришла популярность, да? Можно сказать так, даже больше не ко мне, а к коту Макса, поскольку приглашают всегда его. А я уже следом иду как приложение к коту. Помимо кошек дома у Екатерины живут попугаи и черепахи. А на вопрос, не хочет ли она завести еще кого-то, отвечает... Ну, разве что мини-пони, которые будут возить тех кошек в небольшой тележке. Катерина и ее веселый домашний зверинец всегда рады гостям. Всем ценителям своего таланта они готовы безвозмездно дарить хорошее настроение. В марте 1958 года Горисполком принял решение о создании детского ботанического сада для практических занятий учеников и учителей-биологов. Так начинается история Запорожского ботанического сада, который вот уже 55 лет радует запорожцев своей красотой. 55 лет назад в нашем промышленном городе появился райский уголок. Здесь цветут самые разнообразные растения, от привычных тюльпанов до тропических лимонов. Сказочное место – Запорожский городской детский ботанический сад. Именно для детей было организовано празднование его юбилея. В ДК Шевченко юных любителей природы ждал концерт с конкурсами и подарками. Я пришла сюда работать как раз, когда ботаническому саду было через несколько месяцев 40 лет. И с тех пор вот такие вот даты мы отмечаем очень громко. В ботанический сад можно прийти на экскурсию, а можно просто посидеть с книгой, наслаждаясь цветочными запахами. Регулярно сюда приходят современные юнаты. Для детей здесь работают разнообразные кружки. Природная майстерня, любители домашних животных и экологичная мода. И чем вы занимаетесь? Ну, любители домашних животных мы у Тамары Ивановны занимаемся. Мы у нее там за животными помогаем ухаживать. И здесь два года практически. А на какие кружки ходишь? На английский, информатику, хожу на рукоделье. Ботанический сад занимает площадь больше 14 гектаров. Каждый участок наполнен удивительной энергетикой. Все благодаря дружному коллективу сотрудников, которые неустанно трудятся изо дня в день. Что такое, когда ты идешь на работу, действительно, как на праздник. Не идешь, потому что надо идти, потому что надо зарабатывать деньги, хотя бы для того, чтобы прожить день. А когда ты идешь с любовью, мы никогда не считаемся, вот рабочий день до 17 или до 18, раз надо. Мы все работаем, даже не замечаем, который час. В далеком 1958 году на месте этого цветущего сада был огромный пустырь. Первые деревья и цветы высаживали пионеры. Сегодня они с гордостью могут показать все эти насаждения своим детям и внукам. С каждым годом коллекция ботанического сада пополняется интересными видами растений. В ближайших планах строительство новых теплиц. Сложно сказать, 55 лет – это много или мало. Я думаю, что это достаточно для того, чтобы оглянуться назад и посмотреть, что уже успели сделать, и подумать о том, что еще необходимо сделать. Американские ученые уверены в том, что улыбка – залог долгой жизни. Причем выражение радости должно быть естественным. Только в этом случае данное правило работает, поясняют специалисты из Мичиганского университета. Улыбка продолжает жизнь на 7 лет. А это, согласитесь, немало. Улыбайтесь чаще, мыслите позитивно, и тогда вы притянете радостные события в вашу жизнь. Я не прощаюсь, а говорю вам до свидания. Увидимся, как всегда, на территории любимого города. Я люблю этот город, потому что он мой. Я люблю этот город, потому что он твой. Я с любовью встречаю нас в вечной весну. Я люблю Запорожье, в котором живу. Я встречаю знакомых, встречаю друзей, У которых в запасе полсотни идей. Я мечтаю все в жизни своей изменить, Песни петь, город строить и, конечно, любить. Я люблю этот город, потому что он мой. Я люблю этот город, потому что он твой. Я с любовью встречаю нас в вечной весне. Я люблю Запорожье, в котором живу. Я люблю этот город, потому что он мой. Я люблю этот город, потому что он твой. Я с любовью встречаю нас в вечной весне. Я люблю Запорожье, в котором живу. 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 Продолжение следует...